Идея отправиться в зону специальной военной операции у Михаила Маркевцева и его товарищей появилась спонтанно. Два месяца они собирали гуманитарную помощь и уже готовы поехать туда, где она сейчас нужнее всего. Но у ребят не хватает средств докупить необходимые вещи. На данный момент у нас груз еще формируется, мы дособираем его и на ближайшее время уже будем выезжать. Но желаний очень много, чтобы что-то привезти. И, соответственно, к сожалению, на все не хватает денежных средств. И пытаемся через друзей, сообщество, чтобы оказали финансовую помощь. С собой в зону СВО ребята везут солдатам письма от школьников, а также планируют провести для бойцов концерт. Организаторы уверены, что музыка способна не только вдохновлять, но и исцелять. На самом деле же всех это коснулось, даже если мы думаем, что нас не касается лично. Кто-то из друзей, из знакомых уже либо там находится, либо вернулись по ранению. И вот обсуждали, и так подумали, а почему бы нет. Среди добровольцев Александр Сильвий Струк. Он уже не раз бывал в горячей точке. Мужчина вернулся со СВО в мае 23-го года. Сейчас всячески помогает собирать помощь бойца. Александр рассказывает, что больше всего там нужны вода, еда, лекарства, теплые вещи, маскировочные сети. В зоне СВО нужно все. Я говорю, нужно стерлые материалы, потому что делаются, оборудуются блиндажи. В блиндаже, я говорю, то, что настилы, укороновые материалы, пилы. Все, что связано со строительством, оно нужно. Потому что все там разоружено. Я говорю, то, что это руины, это изнасилованная, изуродованная земля. Я вам просто объясню. Оказать финансовую помощь может любой желающий по номеру телефона 8-910-397-27-32 с пометкой «Своих не бросаем». Для бойцов важна любая помощь. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Евгений Ивашенко. Служба новостей, Саров-24.